Всем привет! Часто меня спрашивают мои заказчики, почему их SEO не работает, что нужно делать для того, чтобы продвинуться в топ, какой для того нужен срок и, собственно, почему этот срок, допустим, не применим к их сайту, а применим к другому сайту. В этом ролике я постараюсь ответить на все вопросы, что сейчас работает в 2019 году, что уже не работает и почему ваше SEO именно на вашем сайте не работает. Так что оставайтесь с нами, меня зовут Николай Шмычков, вы на канале SEO Quick и я постараюсь ответить на все эти вопросы по пунктам. Итак, разберем, почему SEO продвижение может попросту не работать. Я выделил 9 ключевых причин, по которым нужно определить сайт, почему он не растет в топ и без устранения этих причин обычно продвижение либо невозможное, либо очень сильно затруднено. Итак, поехали. Причина номер один, конечно же, это слабый контент. Сейчас говорят, контент это король. Многие говорят. Почему? На то есть множество причин. Анатолий Литовский часто напоминал, что в интернете почти миллиард 900 миллионов веб-сайтов. Топ же занимает буквально мизерный процент. И это значит, что Google должен как-то определять эффективные сайты, подключивые запросы и выводить в первую десятку только те, кто действительно заслуживает доверия. И его алгоритмы основаны на том, чтобы отсеять весь мусор, который мог туда проникнуть, как безбилетчик на концерт. Поэтому ключевой алгоритм по отсею, конечно же, сайтов это наличие контента. Если контент является не соответствующим его алгоритмам, то есть не соответствует ключевым словам, написан некорректно, написан с ошибками, украден, любые другие из этих вариантов, то, скорее всего, ваш сайт плохо будет ранжироваться. Я остановлюсь, конечно, поподробнее, что такое контент, чуть дальше, ближе, конечно, к концу ролика. Но мы, так скажем, по общих чертах. У сайтов, у которых слабый контент по сравнению с конкурентами, конечно же, мы говорим, вот есть контент ваш, есть контент конкурентов. Если на этих весах контент конкурентов перевешивать, что бы вы ни делали, вы сейчас, в 2019 году, просто с трудом его передавите. Причина номер два будет очень неочевидная, но она тоже есть. Это, конечно же, слабый хостинг. Я знаю ряд сайтов, которые просто падали от того, что на них рос трафик. Банально попадание его в поиск за счет того, что он выдвинул какую-то страницу, у него резко возрастал трафик, возрастала нагрузка на хост, он забывал переехать, сайт падал. Я даже знаю ряд примеров мелких локальных магазинчиков, которые из-за такой причины и упали. Конечно же, могут быть еще атаки конкурентов, ДОС-атаки и тому подобное. И даже наш сайт однажды упал из-за ДОС-атак на Новый год, кстати. Поэтому да, слабый хостинг – это причина, почему ваш сайт может попросту выпасть с поиска и провалиться. Следующая причина, на которую я бы обратил внимание, это, конечно же, слабый ссылочный профиль. Это наследие прошлых лет, начиная где-то с 2009 года, когда ссылки делались автоматически, потом, когда ссылки делались арендно, потом, когда ссылки массово скупались на каких-то сервисах левых. В итоге, вот этот весь огромный тянущий ссылочный профиль обычно вообще выглядит вот так. Это обычная картина, когда зачищают за собой следы некачественной скупки доменов. Для этого существует множество способов. Конечно, даже я сказал множество, наверное, это неверно, их всего лишь немного. Конечно же, первый способ – это зайти на ту биржу, где вы покупали ссылки, да, и попытаться там снять их. Например, это касается арендных ссылок. Во-вторых, конечно, в Google есть классный инструмент – Google Disable Tool в Search Console. Вы можете туда отправить список доменов, которые вам являются некачественными, и просто их отключить. В Яндексе этого инструмента нет, поэтому, конечно, приходится мучиться и действовать по третьему способу – писать каждому вебмастеру с просьбой снять ссылку. И вот этот процесс может затянуться на очень долгий период. И да, иногда снятие ссылок в Яндексе может занимать тонну времени, для этого даже берутся у SEOшника, чтобы он этим занимался. Четвертая причина является скорее следствием предыдущих. Как мы знаем, факторы контент и ссылки являются факторами ранжирования в Google и в Яндексе, и даже в Яндексе, и домен тоже. Поэтому, фактически, следующая ошибка – это не своевременное реагирование владельца сайта на изменение алгоритмов ранжирования. Если он сайт свой продвигал давным-давно, забыл про какой-то из алгоритмов, тот же Pandu, тот же Penguin, Minusinks, AGS и другие, переоптимизацию, Baden-Baden от Яндекса. Если он просто проморгал эти алгоритмы, очень вероятно, что он попал, как говорится, под раздачу. Даже вот недавний алгоритм Google Your Money, Your Life, мы рассматривали его, кстати, в наших подкастах. Вы можете посмотреть ссылочку в описании на наши подкасты, найти его и послушать, где мы рассматривали этот алгоритм детально с Анатолием. И я так хочу сказать, что все эти алгоритмы, они являются следствием некачественной работы SEOшников, которые обманывали поисковые системы, и фактически поисковики залатывали за ними дыры, которые они находили в своем алгоритме. И если вы, как говорится, доверились такого рода SEOшникам, они его с волшебным путем продвинули в топ, то, конечно же, люди, которые не своевременно среагировали на изменения, как говорится, в политической жизни Google и Яндекса, конечно же, из нее вылетели. Вы не поверите, но пятой причиной является, конечно же, высокий показатель отказа в ресурсах. Он является тоже следствием всех предыдущих причин. Если у вашего сайта очень слабый контент, у конкурентов контент стал гораздо лучше, пользователю уже есть выбор, на каком сайте сидеть, и он, скорее всего, ваш сайт закроет, потому что он понимает, что он может найти ресурс лучше. Если вы информационник со слабым контентом, то у вас будет, соответственно, высокий показатель отказа, потому что сейчас информационников как грязи. Я об этом тоже говорил в подкастах, что информационных сайтов становится все больше, и некоторые сайты просто иногда даже выходят еле-еле на самоокупаемость. Поэтому, да, идет борьба за пользователя, борьба за контент, и те, кто действительно занимает топ, съедают все сливки. И поэтому показатель отказа в итоге у вас становится слишком высоким. И у Google и Яндекса показатель отказа является фактором ранжирования, что является как следствием, что вы не можете продвинуться в топ, пока не переработаете свой контент и свой подход к бизнес-модели. Конечно же, следующая причина – это слабое время визита. Время визита является очень важным фактором ранжирования в Google и немаловажным в Яндексе. Яндекс немножко по-другому к нему относится. Он учитывает переходы из поисковых систем исключительно Яндекса и учитывает время визита. Google же учитывает любое время визита, которое переходит. Он умеет распознавать, правда, контекстный трафик, и такой трафик, если он видит слишком высокий показатель отказа, он, конечно, нивелирует. Поэтому я хотел бы обратить внимание на то, что если у вас очень слабое время визита на ресурсе, то есть пользователь заходит, буквально минимум проходит время на вашем ресурсе и покидает его, однозначно с вашим ресурсом что-то не так. Это могут быть либо технические проблемы, это может быть, в принципе, тоже отсутствие контента, это может быть просто некачественная загрузка ресурса, то есть все что угодно. И как итог ваш сайт просто проваливается в поиске на пустом месте. И, кстати, по скрипту, по поводу времени визита, вы не поверите, что время визита может очень сильно снизиться, просто банально из-за того, что у вас цена дороже или товара нет в наличии, который вы выдвинули в топ. Выходит такая ситуация дурацкая, что вы вроде бы всем занимаетесь, но контора, которая демпингует и находится с вами в топе, забирает весь трафик. Пользователь заходит, видит слишком высокую цену, закрывает сразу же и переходит на сайт конкурента. И, конечно, седьмая причина – это, очевидно, отсутствие у сайта Mobile First. Если у вашего сайта нет адаптации под мобильные устройства, вы гарантированно получаете высокий показатель отказа на мобилках, очень низкое время визита на мобилках, и как эффект низкий поведический фактор, как в Яндексе, так и в Гугле. Потому что по факту, что в Яндексе, что в Гугле, пользователи ведут себя примерно одинаково с той же мобилки. Обычно у кого-то есть iOS, у кого-то Android. И поэтому пользователи просто имеют мобильные устройства и могут заходить как с Гугла, так и с Яндекса. И, соответственно, поисковые системы должны выдавать качественный, релевантный результат как в одной поисковой системе, так в другой для каждого из устройств. И если ваши ресурсы однозначно уступают в юзабилити на мобилке, выглядят примерно вот так, соответственно, вы теряете трафик просто на пустом месте. Потому что пользователи закрывают, позиции ваши сыпятся, а Google сейчас относится очень критично к тем сайтам, которые не имеют мобайл-фест-версии. И фактически сайт, который заточен под десктоп, в Гугле может абсолютно свалиться вниз. В Яндексе пока еще такой тенденции не наблюдается, но вполне ожидаемо. Они сейчас активно проталкивают идею турбо-страниц. Скорее всего, следующим шагом будет отваливание из десктопа, выдачи сайтов, которые не имеют мобильной версии. Восьмая причина, по которой ваше SEO может не работать, это, конечно, отсутствие брендинга и отсутствие брендового трафика. Брендовый трафик померить очень несложно. Для этого заходим в планировщик ключевых слов или в Wordstat, вбиваем название вашего бренда, написанное как по-русски, так и по-латиннице, и смотрим трафик. Можем сравнить, конечно же, с конкурентами и посмотреть, как их ищут. Замеряем их трафик и делаем выводы. Кто знает вас лучше? Точнее, кого лучше знают? Как же увеличивать брендовый трафик? Хороший вопрос! Конечно же, работать с соцсетями. Конечно, нужен YouTube, нужно работать в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Любую соцсетей, которую вы можете выбрать, это ваше право. Они разные, заточены под разные бизнес-схемы. Тоже Instagram имеет свою бизнес-схему. Я оставлю ссылочку в описании по поводу продвижения в соцсетей, какие они бывают. Я делал большую обзорную статью. Я думаю, в этом найдете ответ на вопрос, как правильно заниматься брендингом и как продавать через соцсети. И да, наличие трафика из соцсетей положительно сказывается на SEO-продвижении. Сайты, которые имеют всего лишь один источник трафика, и, допустим, это просто надеются на поиск, и не прикладывают усилия никаким другим источникам привлечения трафика, обычно очень сильно быстро прогорают. Ну и девятая причина, по которой, собственно, SEO не работает. Вы будете смеяться, но это самая частая причина. Это потому, что пользователи ждут результатов от SEO прямо сейчас. Я обычно, когда общаюсь с клиентами, я составляю план работы, но я предупреждаю. Вы понимаете, что по этому плану нужно двигаться год. Год минимум. Показываю пример своего ресурса. Говорю бюджеты своего сайта. Говорю, сколько мы делаем для SEO. В нашей высококонкурентной ниши, как мы проталкиваемся, как мы находим лазейки. Объясняем это. Ну, итоги клиент на третьем месяце задает в 80% случаев вопрос, где наш трафик. А в этот период трафик может подрасти буквально на процентов 15. На что он делает вполне логичный по его логике вывод, что SEO невыгодно. И прекращает работы, и уходит. Редкие клиенты знают цену своим инвестициям, потому что за три месяца дом не строится. Он строится примерно тоже за год. И просто оставить на фундаменте и уйти, это, ну, так вот, их право, конечно, они не понимают, как это работает. Потому что поисковая оптимизация – это долгосрочный процесс, в котором участвует множество факторов. И как показывает действительно мой опыт, моя практика, что на продвижение ресурса иногда уходит около года, если делать все правильно и не нарушать поисковые алгоритмы. Я чуть-чуть расскажу, какие трюки используются, и что сейчас уже в SEO не работает. Так что оставайтесь с нами, следите. И я сейчас расскажу, что в SEO до сих пор пытаются продать, но оно уже не работает и не дает тех результатов. Итак, что обычно происходит в такой ситуации, когда клиент говорит, я не готов ждать год, мне вот предложили за три, за два месяца продвинуть сайт в топ. Говорит, я, наверное, вашим услугами пользуюсь не буду, я воспользуюсь ими. Что обычно это может быть? Чаще всего это может быть накрутка поведенческого фактора. Как это отличить? Когда обычно вам говорят, что вас продвинут в Яндексе. Когда вы спросите, а как же Google, они уклончиво скажут, в Google все сложнее. В первую очередь вас продвинут в Яндексе. Если вы услышали что-то подобное, значит, вероятно, вас будут накручивать поведенческие факторы. Я подробно разбирал поведенческие факторы в своем видео, ссылочка будет в описании. По поводу того, как это работает сейчас, как это работало раньше, на сколько месяцев оштрафует Яндекс ваш сайт, и к чему это может привести. И что в Google это просто не работает от слова вообще. Также я писал большую обзорную статью, ссылочку я тоже оставлю в описании. И накрутка поведенческих факторов – это тот вид от продвижения, который однозначно не следует покупать сейчас, в 2019 году. Если вернуться машиной времени, конечно, назад, на года 3-4, то однозначно да, этот метод работал. Он очень простой, незамысловат. Просто просите пользователей заходить на мобильные сайты, там с мобилки, с десктопа, через Яндекс, сбивая ваш ресурс, находя его в выдаче и переходя по нему, то да, не спорю, поведенческий фактор очень резво накручивается. Яндекс уже начинает бороться с этим, а в Google это не работало. Я даже, так если честно, могу сказать, уже очень давно, уже больше двух лет поведенческий фактор в Google просто так не накручивается. Причина простая. У Яндекса очень мало дата-центров, у Google их огромное количество. У Google есть огромная база данных пользователей, связанная как через мобильные устройства, так и через пользователей Хрома, которых просто огромное количество. Поэтому Google аккаунт и Google ID являются просто идентификатором между пользователем и всех его устройствами. Яндекс же не имеет такой связки. Он, в факте, имеет только поисковик и Яндекс.Почту, и сервисы, на которых установлен Яндекс.Браузер. Ну и, возможно, аффилированные другие сервисы. Возможно, я могу ошибаться. Но их не так много. Поэтому здесь у Яндекса меньше источников, то есть действительно ли это те же пользователи, которые заходят. Поэтому алгоритмы немножко более кастрированы, более урезаны. Они более, я бы так сказал, легко, их легко одурачить. Второй метод, конечно же, который используется до сих пор для продвижения SEO-студиями, они могут сказать, мы вас в Google продвинем довольно быстро, мы вас там прогоним по нашим классным сайтам. Это значит, что вам будут просто покупать ссылки. Просто незамысловато покупать ссылки. У меня есть клиент, который пришел к нам на диалог. Я просто посмотрел, он работал с одним из наших конкурентов. Да, очень сильным конкурентом. Я был очень удивлен. И я просто видел обычные ссылки с Google Links, обычные ссылки с Миролинкс, причем не самые дорогие и не всегда трастовые. Некоторые ссылки, хотя сайты украинские, делались просто-напросто из России, просто потому, что так захотели. То есть региональность просто даже иногда не учитывается. Поэтому просто бездумная покупка ссылок – это то, что не работает сейчас. Для того, чтобы даже просто покупать ссылки на Миролинкс, вам нужно как минимум грамотный копирайтер, который будет писать текст, редактор, который его будет проверять, еще должен быть оптимизатор, который ТЗ для этого текста составит. Он же не будет бездумно писать, что попало, потому что этот текст никому не нужен, он не будет ранжироваться. И выбирая площадку на Миролинкс, вы принимаете ответственность, что вы будете брать площадки трастовые, вы будете брать площадки своего региона и желательно с трафиком, потому что на мертвых площадках весь этот труп просто будет мартышкиным, он просто будет бесполезен. Вы потратите на копирайтера, на редактора, на SEOшника, который подбирал вам ключи и зальете это все на мертвую площадку. Поэтому даже покупка ссылок на Миролинкс бездумная, она не работает. Что бы про Миролинкс ни говорили, по поводу GoGetLinks я могу сказать, что возможно это 5% ссылок, которые там существуют, это интересные ресурсы. Но 5%! Я иногда занимался продвижением блогов в Латвии, я вообще нашел всего один домен, который соответствовал по моим критериям. Один домен и все, больше их там не было. Ну и конечно же есть третий нюанс, который используют тоже не очень честные SEOшники, это конечно покупка ссылок на коммерческие страницы. Как это определить? А просто задайте вопрос SEO-специалисту, а на какие страницы он будет делать ссылки, кроме главной. Если он скажет, ну вот на вот эту вашу страничку, там не знаю, там газовой трубы, или там на вот эту страничку, там не знаю, там цветочных коробок, там вот конкретно вот именно вот на этот раздел сайта, не на товар, товары сейчас же уже не делают, уже делают на категории. Это мертвая стратегия. Почему? Потому что Google игнорирует просто ссылки с информационных сайтов, а это информационные сайты, на коммерческие. И еще может наказать вас за dofollow ссылку с одного коммерческого ресурса на другой, за подозрив вас в партнерстве. Потому что некоторые вещи Google очень сильно не одобряет касательно обмена ссылками. За обмены ссылки, за сквозные ссылки можно схлопотать фильтр и вылететь вообще из поиска. Но если же Google вполне спокойно относится к тому, что вы себе там покупаете ссылки на коммерческие страницы, точнее он просто их не видит, то Яндекс вполне очень даже вас может наказать. У Яндекса очень жесткие критерии по поводу оценки ссылок. Если вас заподозрит система, сайта отправляется на проверку так называемым асессором. Асессор это человек. Человек смотрит ваш ссылочный профиль, смотрит как вы его делали, примерно прикидывает, похоже ли это на как бы паттерн поведения именно человека, который покупает ссылки. Это легко распознается. И обычно фильтр приходит через несколько месяцев, не сразу. То есть если Google, вы можете схватить фильтр буквально сразу, в Яндексе вы будете спокойно себе двигаться несколько месяцев, пока не пройдет письмо счастья. После этого обычно SEO-шник сливается, говорит я ни при чем, а вы остаетесь с мертвым сайтом, который просто уже так легко не поднять. Ну и еще, конечно же, есть такая особая категория SEO-шников, которые предлагают собрать обширную семантику, кластеризовать их, создать тысячи страниц под каждый запрос и вот за счет семантики продвинуть ваш ресурс. Они живут до сих пор еще буквально двухлетней задержкой, то есть они замерзли на два года назад. Этот трюк работал, он работал непосредственно в Яндексе, за счет того, что Яндекс был не очень совершенный алгоритм по структурированию контента. Сейчас они вводят подобный алгоритм, который есть в Гугле, про него я остановлюсь попозже, по поводу траста, доверия, выбора пользователей ресурса. То есть по поводу таких вот вещей Яндекс вводит сейчас эти алгоритмы, раньше у него не было. Поэтому можно было создавать бездумно сайты, которые заточены даже чуть ли не под геозапросы. То есть брался сайт, брался его список услуг, брался рядышком список городов, огромный список, 150 городов, выкупалось 150 доменов, то есть под доменов, под доменов я так, извините, поправлюсь. То есть вот есть ваш домен сайта и вот есть под домен там, допустим, допустим сайт там, не знаю, купи.ру там, да, и там Москва.купи.ру, SPB.купи.ру, там Минск.купи.ру и так далее. То есть вот каждый город, там чуть ли не для Петропавловск-Камчатский.купи.ру просто клепаются такие сайты, я могу даже списки дать тех ресурсов, которые по этой же стратегии пытаются выйти в топ. Но легко проверить, что эта стратегия не работает. Берем просто запрос, добавляем гео и смотрим, что в выдаче. Яндекс уже не выдает вот эти доменные варианты. Он понимает, что это все дубли страниц. Это все одно и то же. Все пропало. То есть по факту, я вот рассказывал про каноникалы, про дубли, непосредственно в наших подкастах тоже. Подпишитесь, послушайте обязательно. По поводу этих моментов, Яндекс уже научился распознавать дубли контента на разных страницах, даже которые находятся на одном и том же вашем поддомене. Если у вас, вы продвигаетесь по поддоменам, то во-первых, а контент у вас должен быть, конечно же, разным на каждой странице, реально разным, не повторяться. Текстовый контент, я про графические не говорю, графика может быть одной и той же. Текстовый контент должен быть разным, раз. Во-вторых, у вас должна быть геопривязка, то есть вы должны быть просто банально в Google справочнике, в Яндекс справочнике, они просто бездумно клепать эти все шаблонные домены. Поэтому в Google этот метод просто не работает, поддомены там не работают. У него реализован давным-давно режим через подпапки, и то он работает, эти подпапки работают для разных языков, для разных регионов. Если вы есть в разных регионах, то есть там, условно говоря, работает kupi.ru slash Москва, kupi.ru slash SPB, у вас должны быть ваши точки в каждом городе, точки выдачи, офисы, все что угодно. Но вы должны быть представлены в Google картах и Яндекс картах. А теперь перейдем к тому, что работает еще до сих пор. Да, оно работает до сих пор по причине все-таки тех же несовершенств алгоритмов. В первую очередь, это работают тексты в рубриках страниц. Да, я вижу до сих пор в топе сайты, которые имеют текст в рубриках страниц. Да, я писал в своей статье, что Google начинает игнорировать текст рубрика, потому что пользователи его не читают. Но я смотрю, что Google до сих пор выхватывает оттуда ключевые слова при попытке поиска. Поэтому я бы действительно писал бы текст для рубрик, но не для всех. Только для тех, которые имеют действительно обширный трафик. То есть, если рубрика, не знаю, цветочные корзины, из роз, имеет огромный трафик, то я бы действительно написал какую-нибудь преамбулу внизу по этим ключам. По одной простой причине. В надежде, что Google на эти ключи обратит внимание при запросе пользователя. Если же, конечно, вы хотите по этим запросам, которые входят в эту рубрику и которые являются некоммерческими, выхватить гораздо больше трафика, я бы порекомендовал, конечно же, писать в блог. Но, как говорится, если вы блог по этим рубрикам ввести не планируете, а просто хотите собирать трафик по ней, вы можете написать временный текст в эту рубрику. Да, оно еще пока работает. Я не скажу, что это хорошая стратегия, потому что эти тексты мусор, их никто не читает. Ну, разве что, если вы их сделаете красиво, и они будут органично смотреться, то тогда это будет даже в плюс. Но, на текущий момент, я считаю, что это стратегия, которая находится на грани вымирания. Второй тип стратегии, который, я считаю, что рано или поздно тоже прекратит свое существование, это продвижение анкорными ссылками. Анкорные ссылки, как говорил Джон Мюллер, работают внутри сайта. Причем, анкор должен соответствовать вашему главному ключу. То есть, если вы ссылаетесь на какую-то страницу, то тут, здесь и там лучше не использовать внутри своего ресурса. Подсвечивайте исключительно термин, на который вы ссылаетесь. Это во-первых. Во-вторых, анкорное продвижение для внешних ресурсов, это однозначно стратегия, которая в будущем будет, скорее всего, отменена. Почему? Потому что анкорные ссылки, если выглядят естественно, к ним обычно претензий нет. Но для того, чтобы получить естественную анкорную ссылку, вы должны потратить кучу времени. Об этом я расскажу чуть позже, так что оставайтесь с нами. Если же вы просто покупаете ссылки на биржах и делаете анкоры, не разбавляя их, то я сказал бы, что эта стратегия может быть даже оказаться очень рискованной, потому что вас могут спалить в покупке ссылок. Ну и третья стратегия, которая до сих пор работает, и ряд SEO-компаний ее используют для продвижения, это сеть Private Blog Network или PBN. PBN – это сеть блогов, которая создается для того, чтобы ссылаться на те или иные ресурсы. То есть, обычно SEO-компания поднимает кучу доминов, поднимает на них какие-то тексты, которые были удалены. Чаще всего это мертвые сайты, просто воскрешает их как некромант из могилы, эти сайты. Поднимает, может даже делать какую-то в ней базовую оптимизацию, раскидывает их по разным хостам и потом начинает продавать с них ссылки. Нам часто, в нашу SEO-компанию, приходят предложения от такого рода студий, что у них там есть сеть сайтов, можете там разместиться на нас. Иногда мы можем просто случайно там работая с одной из бирж, там разместить ссылку на одной из них, там по какой-то недорогой, но просто найдя интересный ресурс и получаем вагон предложений. На самом деле, я бы не скажу, что эта стратегия хорошая, я просто знаю, что она рано или поздно отвалится. Почему? Потому что действительно они иногда могут воскресить очень классный ресурс, который упал, поднять его и делать с него ссылки. То есть ресурс поднимается, у него даже возвращается трафик, потому что на этих ресурсах тоже есть внешние ссылки. То есть стратегия покупки ПБНов, она, конечно, интересная, я бы так сказал, ее можно изучить, как она работает, но я так скажу, это что-то вроде как изучать, как работает арифмометр. Это вроде бы интересно, но это бесполезно. Почему? Потому что, скорее всего, в будущем эта стратегия также уйдет на покой, как и все остальные виды. Как краудмаркетинг ушел на покой, как ушла прогонка на форумах и тому подобное. Этим хрумером, сабмиттером через объявления отвалилось и ушло в историю. То есть я подозреваю, что ПБН осталось жить там от силы год. Вложения в ПБН несоразмерно большие. Поднимать с нуля сетку блогов это дорого. Воскрешать мертвые тоже дорого, но дешевле, конечно, чем создавать сайты с нуля. Просто поднимать сайты с доменами и делать редирект это самый дешевый способ. Если вы видите, что на вас делаются такого рода ссылки, бегите от такого сегошника, потому что есть очень высокая вероятность, что заклоукинг или как там подобный называется вариант продвижения, когда редиректами идут с одного ссылка ресурса на другой, можно схлопотать фильтр и вылететь с поиска. Но вы спросите, окей, Николай, а что же тогда работает в SEO? С чего начинать продвижение? Я сейчас перечислю все топ-тренды, которые говорят сейчас как именитые SEOшники, так и делают акценты и поисковики, непосредственно представители поисковиков, тот же Рэнд Фишкин, тот же Джон Мюллер. Я постараюсь все очень кратко, поэтому если вас заинтересуют вопросы по каждому пункту, на что там обратить внимание, что приоритетнее, задавайте в комментариях, я на все комментарии отвечаю. Если я кому-то не ответил в комментарии, напишите мне, я отвечу на все ваши вопросы, это правда. Поэтому сейчас устраивайтесь поудобнее и пройдемся по реальным рабочим стратегиям, которые в SEO до сих пор работают и будут работать, скорее всего, в ближайшие несколько лет. В первую очередь, конечно же, это микроразметка. Да, вам придется теперь потратиться на смену CMS, на поиск грамотного веб-оптимизатора, на программиста сайта, который будет заниматься вашим ресурсом, если у вас микроразметка не установлена. Поставить микроразметку в принципе несложно. Есть два способа по ее, как говорится, поиску, какой она нужна. Смотрим конкурента в топе, смотрим, какая у него стоит, ставим себе. Это первый вопрос. Второй вариант, покупаем тему, допустим, на которой уже микроразметка стоит, по умолчанию на каждом разделе, наполняем ее и делаем уже сайт с нуля. Это второй вариант. Второй вариант, конечно, менее, конечно, затратный, но и у него куча. Он не лишен своих тоже недостатков, потому что темы, они зажимают вас в рельсе, и вам придется потом ее перекраивать постоянно. В этом плане, конечно, вариант номер один, самый приоритетный, но придется, конечно, тратиться на программиста, чтобы он ее устанавливал. Проверить себя можно при помощи утилиты, которую я оставлю в описании. Называется сервис проверки микроразметки, выглядит он так. Забиваем любой сайт, смотрим, что он выдает, и все. Второй фактор продвижения, который всплыл буквально вот в конце прошлого года, в начале этого года, это EAT Expertise, Authority и Trustworthiness или Trust. Что это значит? Expertise это опытность, Authority это авторитетность, Trust это доверие. Google ввел этот алгоритм не так давно. Он назвал его Your Money, Your Life. Яндекс вводит похожую систему ранжирования сайтов по четырем критериям. А про это можно будет тоже прочитать в описании и будет ссылочка. Эти все алгоритмы сводятся к тому, что Google и Яндекс открыто начинают аранжировать сайты по критерию доверия пользователей. Они начали бороться с фейковыми ресурсами, которые размещали информационный контент, написанный копирайтерами, которые писали буквально несколько лет подряд. Просто брались копирайтеры на бирже, бралась семантика, бралась ТЗ, давались задачи копирайтерам, копирайтеры писали какую-то ерунду, эта ерунда записывалась на ресурсы, ресурсы брал трафик, вешались баннеры рекламные, перепродавался трафик на платные ресурсы через все, что угодно и имелись большие деньги на просто перепродажи трафика. Условно говоря, это называется арбитраж трафика, про это у меня есть большая статья, можно почитать. Это один из методов, когда поднимается информационный сайт таким методом и продвигается. Так вот, Google на самом деле на этой системе очень начал сильно бороться с некачественными ресурсами, потому что какая самая популярная тема в США? это ожирение и борьба с ожирением. Да, самая популярная тема это ожирение и все, что связано с проблемами ожирения имеет огромный трафик. А если вы занимаетесь продажей каких-то бадов, каких-то пилюль, которые там продаете сами, у вас огромная конкуренция, вам нужно как бы их как-то продать, вы поднимаете простую схему, пишите кучу блогов, которые рассказывают как похудеть, как похудеть быстро и тому подобное. Вы пишите кучу этих блогов. Потом эти блоги наполняются контентом и вы делаете второй тип контента это обзор вашей таблетки, которую вы продаете с крутыми препаратами. Делаете типа а-ля плюсы и минусы и в итоге вы вводите, что ваш препарат делает то же самое, но дешевле. Препараты, соответственно, в этой теме я не скажу, что они хорошие или плохие, я не эксперт, но я рассказываю схему, как создаются такого рода сайты. И, соответственно, вы уже переправляете трафик на тот ресурс этих таблеток, которые вы продаете. Это могут быть ваши таблетки или таблетки вашего делового партнера, все что угодно. Ладно, неплохо. Но эта схема работала очень долго, пока Google не начал бороться с такого рода интернет-ресурсами и ввел алгоритм, который коснулся ресурсов, которые продвигаются по такой тематике. Коснулся, конечно же, здравоохранения и пострадали вот эти все сайты в первую очередь, потому что они были и были тем прецедентом, ради кого это все создавалось. На самом деле, Google затребовал от всех сайтов, чтобы они публиковали реального автора. Автор должен быть реальным, про него должны быть ссылки в соцсетях, он должен где-то упоминаться, а не просто как черт из табакерки, появившийся из ниоткуда. Авторы должны быть реальными. Мы сразу поняли, куда ветер дует и на нашем сайте мы добавили, конечно же, авторов. Вы можете зайти и посмотреть автора каждой нашей статьи. Это нормальная практика, у нас есть именитые авторы, которые пишут не только у нас, которые пишут и на других площадках. И эта стратегия дала свои результаты. У нас очень сильно подрос органический трафик. Поэтому я бы обратил внимание на то, чтобы когда вы пишете блог свой контент, создайте для него страничку автора, укажите реальное имя, укажите ссылки на его соцсети, короткую биографию и обязательно пускай этот автор напишет еще несколько статей на сторонних площадках, просто спеша, списавшись с ними через e-mail и предложив написать свою статью у них. Бесплатно хотя бы. Если захотят денег, ну окей, заплатите за деньги, но чтобы авторство было ваше. Следующая стратегия я называю, условно говоря, меньше, но лучше. Стратегия гостевого постинга либо стратегия трастовых ссылок. Конечно же, самый оптимальный вариант поиска ссылок это те ссылки, которые вы добыли, переговорив непосредственно с владельцем площадки. А самые лучшие ссылки, если вы разместились на площадке, которая является профильной и еще и трафиковой. Вот, например, у нас есть огромная статья на серпстат, которую написал Анатолий Литовский, также у нас есть статья у блогера Диваки, известного, SEOшника Диваки, который написали мы тоже. Есть у меня статья большая на rb.ru ресурсе, я ссылочки все оставлю в описании. Эти все статьи дают нам огромное количество переходов, эти статьи нам дают огромное количество траста. В принципе, благодаря этой методике сайт мы подняли буквально там в первые месяцы довольно-таки неплохо. но на того, чтобы получить эти ссылки мы провели колоссальную работу. Я писал статьи под 10-12 тысяч символов. Мы перебирали кучу площадок. То есть на это выделялось огромные деньги. Если так посчитать в деньгах, не все клиенты готовы на это выделить средства. Мы готовы взять эту работу по одной простой причине у нас уже этот бизнес-процесс налажен. Проблема в другом, что на самом деле русскоязычный сегмент не готов к таким бюджетам. Да, по факту для этого нужно заниматься полноценно, не сбиваясь, не пересматривая. То есть это стратегия, где буквально под вас нанимаются люди, которые занимаются вашим проектом. И для того, чтобы разместиться, потрачено было время как e-mail маркетинг, парсера, сбора площадок, сбора контактных данных, с кем списаться. Очень долгая переписка с каждым. За один месяц эту ссылку не получить. Для того, чтобы получить первую ссылку по этой стратегии, мы потратили около трех месяцев. Три месяца работы на то, чтобы получить пять ссылок. Вдумайтесь в это. Пять ссылок за три месяца. Но, какие ссылки? Теперь, показывая эту ссылку, каждому все говорят, мы тоже такие хотим. Мы, когда называем сроки, многие, как говорится, садятся. Думаю, отказываются. Думаю, давайте другим путем. Мы попробовали этот путь. Этот путь правильный. Этот путь, в принципе, считается одним из самых правильных. Поэтому я бы в первую очередь обратил внимание на вот эту стратегию. Меньше, но лучше. И, конечно же, стратегия Scholarship Links. Scholarship Links это заветный гораль в линкбилдинге, когда ты хочешь получить ссылки с доменов Gov, с доменов Edu на свой ресурс. Она очень дорогостоящая, если вы попытаетесь ее сделать сами. Мы потратили около пяти месяцев на то, чтобы наладить бизнес-процесс, чтобы она работала. Мы избили кучу шишек в течение года, чтобы она дойти хотя бы до правильности понимания бизнес-процесса. В интернете крупицы информации о том, как это делать. Условно говоря, вся информация сводится к тому, что по факту вы должны найти список доменов, найти людей, кто там работают, найти к ним подход и все, и прибыль. Но вот между вот этими вот этапами на самом деле кроется тонна нюансов, о которых вы, возможно, даже никогда не будете знать. И на самом деле ссылки нужно делать, конечно же, на специальную страницу. Яркий пример. Наша стратегия Scholarship Links дала нам огромное количество доменов. И домены не пришли в первый месяц. В первый месяц мы получили два домена. Во второй месяц получили 100 доменов. На третий месяц 250 новых доменов. Что я могу сказать по поводу стратегии Scholarship Links? Это стратегия рабочая. Она до сих пор еще дает достаточно высокий траст. Почему? Потому что ссылки с этих ресурсов считаются естественными. Они ведут не на коммерческие страницы. К ним практически невозможно прикопаться. Поисковики никак за это вас не наказывают. Google их любит. Яндекс их считает нормальными. И, соответственно, такой ссылочный профиль является очень даже естественным. А если еще сайты вузов очень трафиковые и там постоянно идет движение аудитории, то вы еще получаете трафик тех самых студентов, которые переходят на ваш ресурс и тем самым увеличивают вес этой страницы. По поводу распределения веса я не буду в этом видео рассказывать. PageRank есть, он существует. Яндекса новый показатель есть, он принимается для всего ресурса в целом. Google аранжирует постранично, Яндекс подоменно, поэтому вы должны просто это принять как данность. Ну и, конечно же, многие спрашивают, с чего нужно начинать с SEO? Вот многие говорят, я хочу продвинуть такую-то рубрику, я хочу продвинуть твердотопливные котлы. Вот что мне делать? Вот что я должен делать? В первую очередь вы должны понимать, что вы не будете продвигать весь сайт целиком. Мы не продвигали весь свой сайт целиком. Мы взяли одну тему, но одну особенную тему. Вы должны найти тот самый граль, ту самую фиолетовую корову, в которую вам нужно вцепиться. Это трафиковая тема в вашем профиле, но по которой написан слабый контент. Для этого берем Google, топ-1 и изучаем, перебираем кучу ключей и изучаем то, что мы видим. Мы должны найти те темы, которые имеют слабый и устаревший контент. Находим эту тему, забираем этот контент себе и пишем лучше. Пишем гораздо лучше статью. Учтите, эта статья может быть даже не совсем, ну, совсем то, что вы хотите. Допустим, если взял тему твердотопливные котлы, нам статья может касаться там виды твердого топлива для котлов, то есть, которая продает, ну, как бы заточена вообще в нем чуть-чуть про другое и котлы не продающие. Она продает, допустим, там те же пилеты и тому подобное. Но, она может оказаться такой. По факту, в нашей системе мы нашли статью по теме заработок в интернете. Огромный трафик до сих пор. Так вот, вы берете, находите такого рода тему, оцениваете ее емкость трафика и пишете статью. Пишите шикарную статью, гораздо больше, лучше, чем та, что была. После этого проводите он-пейдж SEO, то есть, тайтлы, дескрипшены на этой странице в целиком и на всем ресурсе в целом. Делайте шикарный он-пейдж, чтобы пользователь был доволен вашим ресурсом, чтобы сайт был безупречен. Все делайте с точки зрения SEO, проводите технический аудит. Если вы не знаете, как делать технический аудит, я снял буквально недавно свеженькое видео, посмотрите его, я там все разжевал до мелочей. Если же у вас там есть битые ссылки, я тоже снял видео про битые ссылки, посмотрите, я тоже про все это рассказал. Проводите полный он-пейдж и затем начинайте делать ссылки. Пишите ребятам, которые ссылались на тот ресурс, эй, парень, у меня есть контент, вот ты ссылаешься на него, там уже старье устарело, я вот написал гораздо лучше и свежее, посмотри, получаете, он выкидывает ту ссылку, ставит ссылку на вас. Работа здесь ведется по линкбилдингу очень тщательно. Затем вы и находите другие площадки и просите на них сослаться на вас. То есть сначала по конкурентам прошлись, в которые ссылались на тот контент, а потом начинаете искать сами. Получаете хорошее количество ссылок, гостевыми постами получаете эти ссылки, конечно, тоже их хорошо работает. После этого постоянно обновляете этот контент. Постоянно. Вот обновилось что-то, зашли обновили, дописали абзац, переписали абзац, исправили ошибки, привлекли комментаторов, попросили комментаторов написать что-то вам, помните, что контент обновляется двумя способами. Вы что-то в нем обновляете, либо вам пишут комментарии. Оба варианта нужно сделать так, чтобы считалось, что контент обновлен. Комментарии тоже ранжируются. Поэтому после этого вы получаете страницу, которая генерирует тонны трафика. Вы на ней делаете линки, делаете на ней крючки, то, что называется, для сбора лидов, для сбора заказов. И с этих, собственно, крючков лидов, лидогенераторов получаете себе уже клиентов. То есть вам продается статья. За счет этого растет весь сайт. Потому что статья перелинкована с коммерческими страницами. Стратегия простая. Про нее сказал Брайан Дин. Вы можете прочитать. У него эта стратегия просто расписана на огромную страницу. На английском языке, конечно, без подготовки будет тяжело. Мы эту стратегию уже применяем около года. Так что вот знайте об этом. Спасибо! Следующим ключевым фактором, который является критически важным для SEO является, конечно же, скорость загрузки вашего сайта. И здесь, в скорости загрузки сайта, я бы выделил, конечно же, именно, действительно, скорость загрузки вашего сайта в сравнении с конкурентами. Если все конкуренты грузятся 3 секунды, а вы грузите 6, у меня для вас плохие новости. Google не зря выделил скорость загрузки сайта как ключевой инструмент. Если вы нажмете в Chrome Shift-Ctrl-I, вы попадете в аудит сайта, который позволяет прямо в Chrome произвести анализ скорости загрузки вашей страницы. Ну и, конечно, вы можете же это дать вашему программисту сказать, эй, парень, ты кое-что забыл поправить. Как вы видите, вот сейчас я просто нажимаю Shift-Ctrl-I на сайте, замеряю скорость загрузки и вижу просто уже результат. Мне нужно просто его дать программисту для того, чтобы он исправил. И для этого не нужно делать сложнейший технический аудит. Да, кстати, по поводу технического аудита я снял большое видео, где мы рассказываем, как нужно правильно делать этих аудит и на какие пункты нужно обращать внимание. Второй тенденцией 2019 года в SEO будет являться, конечно же, наличие JavaScript-ов. Многие прогнозируют, что топ-сайтов будет, фактически, это сайты с тяжелыми JavaScript-ами, которые будут содержать Angular, React, Vue.js и тому подобные скрипты. Это кажется что-то вроде средне-китайского, но программисты, конечно же, меня поймут. Сейчас все сайты, для того, чтобы использовать более качественную юзабилити, представление ресурса на разных устройствах, работают при помощи скриптов. По факту, именно скрипты, с одной стороны, и замедляют сайт, и с другой стороны, увеличивают юзабилити. Поэтому, здесь должен быть баланс между скриптами и скоростью загрузки. Вы должны, конечно же, понимать, что скоростью загрузки можно сделать просто статичную страницу, но у нее будет очень низкий показатель указов. Она будет просто никому не нужна. Страницы сейчас воспринимаются как загруженные скриптами сервисы, в которых практически вы работаете, как в программном обеспечении. Как итог, следующим словом в SEO в 2019 году это будет PVA, Progressive Web App. Прогрессивное веб-приложение это будущее SEO, и сейчас многие сайты интегрируют Progressive Web App в свою структуру. Что это значит? Это значит, что в будущем сайты будут становиться все тяжелее, устройства будут становиться все мощнее, и Progressive Web App будет позволять передавать тот юзер-экспириенс пользователю как на мобильном устройстве, так и на десктопе, и давать возможность работать с сайтом полноценно. Никаких флеш, будет писаться чуть ли не полноценное веб-приложение. Ну и последнее, про что мы сегодня поговорим, это, конечно же, контент. Контент это, как я и говорил в начале ролика, это король SEO, и многие неправильно понимают, что это такое. Контент это не просто текст. Да, это не просто текст. Это фактически оформление информации, которую вы излагаете пользователю на вашей странице. И фактически здесь я бы хотел остановиться, какие требования к контенту выдвигаются сейчас поисковыми системами и рынком в 2019 году для владельцев сайтов. Поехали. Первая причина, на что я бы обратил внимание, это, конечно же, насколько ваш контент отвечает на запрос пользователя. Не на ключевые слова, а на запрос пользователя. Заметьте, если вы часто задаете вопросы в поисковых системах, Google формирует необычную выдачу, которая выглядит как ответы вопроса. То есть вы можете нажать на вопросы, развернуть и увидеть ответ. Это, так называемое попадание в нулевую выдачу, в серп-выдачу, Q-Question-Answer. Это делается за счет того, что Google выбирает те сайты, которые пользователи чаще всего посещают и разбивает это по блокам. То есть для того, чтобы попасть на такой элемент выдачи, нужно, конечно, иметь хороший трафик и качественный контент. Поэтому отвечать на вопросы пользователей у вас должны быть грамотные списки, грамотные чек-листы и, конечно же, хорошая микроразметка. Вторым хорошим качеством сайта с точки зрения контента является наличие на нем поиска. Поиск должен быть интуитивно понятным, простым. Он должен уметь находить, даже если данные введены были с ошибками, уметь, должен искать как статьи, так и товары, так и рубрики и полезную информацию. И, конечно же, если пользователь начинает вводить первые буквы ключевого слова поиска, должен предлагать подсказки. Хорошие сайты с поиском обычно имеют очень хорошее юзабилити и могут похвастаться действительно хорошим контентом. Также сайты с хорошим контентом, будь то продажа товаров и услуг, будь то информационная статья, могут похвастаться очень удобной системой отправки данных непосредственно оформления конверсии на сайте, будь то покупка, быстрый заказ, отправка с фактической обратной связи, написать в чат. Эти сайты имеют call-to-action элементы, встроенные на интуитивно привычных и понятных местах, а элементы, которые они встроили, являются вполне привычными для пользователя, не являются чем-то сложным и китайским. Поэтому наличие грамотных call-to-action элементов в контенте это гарант того, что ваш сайт будет аранжироваться даже выше, чем сайт, который их не имеет. Следующим фактором хорошего контента и оформления контента на ресурсе является фактически удобная возможность пользователя повторно вернуться на ваш сайт, не заблудившись с навигацией, найти то, что ему нужно, будь то дополнительная покупка или поиск дополнительных статей, зная, на каких он уже бывал, и чтобы ему предлагалась более понятная и простая навигация. Поэтому упрощение для повторного визита с главной для новенького пользователя это тоже гарант заслуги хорошего контента на вашем ресурсе. Еще я бы обратил внимание на наличие чат-ботов. Часто бывает, что на сайте имеется огромный сервис по поддержке, то есть вы собрали информацию на вашем ресурсе, но call-центр просто не успевает обрабатывать все заявки, потому что есть пул звонков и запросов, которые являются в стиле «я хотела просто спросить, что для этого нужно? нужно продумывать чат-боты». Чат-боты это скрипт диалога, не путать с JavaScript, это скрипт диалога, когда пользователь выбирает один из вариантов вопроса, а ему, как в видеоигре, предлагаются варианты ответа и дополнительные вопросы. Продумать логику чат-бота на самом деле не сложно, нужно просто все лишь попотеть, собрать ее в какой-нибудь майндкарте, все варианты вопрос-ответ, вопрос-ответ, и предложить это реализовать вашему программисту, благо платформ для чат-ботов существует огромное количество, тот же ManyChat, мы не пользуемся, правда, больше как мессенджером, а не как чат-ботом, но все же они существуют. Если у вас огромный трафик и куча однотипных вопросов, вы можете реализовать через чат-боты диалог с клиентом, тем самым улучшив качество контента, даже тот, который на сайте не представлен. Например, через чат-бот реализована техподдержка у Google, при входе он предлагает варианты, какой у вас тип вопроса и предлагает стандартные ссылки на полезные ответы. Если же вы в итоге не находите ответа, он уже тогда предлагает связаться с техподдержкой. Поэтому очень важно перед тем, как продумывать ваши чат-боты, вы должны обеспокоиться о том, что на вашем сайте есть контент, который отвечает на большинство вопросов пользователей, чтобы дать им эти ссылки. Например, если клиенты хотят узнать про продвижение интернет-магазина, я им обычно сбрасываю свою статью, в которой я расписал все, что нужно. Какие будут виды продвижения интернет-магазина, что нужно сделать для того, чтобы доработать его структуру и какие бывают виды каналов привлечения трафика для продвижения интернет-магазинов. Поэтому в этом варианте действительно чат-ботам нужна информация. А информация это контент, который нужно создать на сайте. Даже этот видеоролик это контент. Он записывается для того, чтобы ответить клиентам на вопросы, что работает в SEO, а что нет. Поэтому даже этот видеоролик и является контентом. И над контентом нужно работать. Все информационные запросы нужно прорабатывать, создавать в них удобный формат контента и отвечать на эти вопросы пользователю. Ну и, конечно же, если у вас бизнес направлен на то, чтобы переводить трафик из онлайна в оффлайн и наоборот, чаще всего в первом направлении вам нужно ввести пользователей на местные магазины, на точки выдачи товара. Я, конечно же, рекомендую грамотно настроить навигацию на сайте, которая показывает максимально ближайшую точку пользователю в зависимости от того, где он находится в данный момент. Для этого, конечно, грамотно нужно использовать API тех же Google карт, тех же Яндекс карт, забить туда свои местоположения, все свои точки расположения. Фактически, например, если у вас сайт по заправочным станциям, то вбить карту в ближайшие заправки это оптимальный вариант. Поэтому, однозначно, этот сервис нужно внедрять и пользователь, который зайдет на ваш сайт будет видеть ближайшее, допустим, кафе, ближайшая заправочная станция, такая-то, такая-то, там расстояние, примерно такое-то, по вашему IP, чтобы он умел это определять. Поэтому, такие вещи тоже очень грамотно внедрять контент, они повышают эффективность ваших же страниц, в которых вы рассказываете, допустим, про ваше кафе и подсказываете, как до него добраться. Ну и, конечно же, я бы хотел остановиться на моменте, что в контенте нужно, с одной стороны, быть креативным, но, с другой стороны, вы должны прекрасно придерживаться определенных традиций. Если у вас выработался свой фирменный стиль и его любит ваша аудитория, двигайтесь в этом направлении. Если же вы экспериментируете, посмотрите изначально на конкурентов, как они излагают информацию, посмотрите лучшие сайты, возможно, даже не на вашем рынке, посмотрите, как они располагают блоки, как они располагают call-to-action элементы. Эти все вещи лучше ориентироваться в первую очередь на конкурентов, потому что вам сначала иногда нужно до них просто догнать, потом уже можно работать по их выдавлению, то есть, работать над контентом так, чтобы ваш контент был лучше. По той стратегии, что я рассказывал от Брайана Дина, создавайте контент, но очень важно уделяйте внимание, чтобы ваш контент был не таким же, какой создает ваш конкурент. Вы должны создавать что-то интереснее и лучше, но в стилистике и в дизайне не страдайте новаторством. Как известно, самые популярные художники это обычно классические, а те, которые занимаются авангардом обычно не популярны. В вебе точно так же. Те, кто занимаются авангардом в вебе, фактически создают сайты, которые потом никому не нужны. Не нужны как их владельцам сайтов, точно так же и не нужны пользователи. На этом, собственно, я хотел бы сказать все, но на самом деле не все. Следите за нашими видео. У нас каждый день выходят новые подкасты, подписывайтесь на них обязательно. В блоге у нас публикуются не только уже я, а другие именитые авторы, так что следите за темами, которые у нас публикуются. И, конечно же, до новых встреч!